Доброе утро, уважаемые президенты, уважаемые коллеги. Разрешите представить свой доклад на выше озвученную тему. В структуре заболеваемости онкогинекологической патологии рак эндометрия занимает ведущее место. В Санкт-Петербурге в 2015 году было зарегистрировано более тысячи новых случаев заболевания. И основным методом лечения данной патологии остается хирургический в объеме экстерпации матки с приятками с двусторонней тазовой лимфоденоктомией, которые традиционно выполнялись из лапаротомного доступа. Что касается внедрения малоинвазивной техники в хирургическое лечение этих больных, этот вопрос уже не вызывает больших сомнений. На слайде представлены крупные исследования 2009-2020 года, которые доказали, что при использовании лапароскопии снижается частота после персодных осложнений, снижается длительность пребывания в стационаре, также при использовании виденскопической техники меньший уровень травматичности и кровопотери. На данном слайде представлены отдаленные результаты этого исследования, которые показывают, что при медианном наблюдении в 3 года выживаемость больных сопоставима при лапаротомии, при лапароскопии, и 5-летняя выживаемость в обеих группах около 90%. Дискутабельным вопросом остается выполнение лимфодисекции у больных раком эндометрии с первой стадии заболевания. Исследования, опубликованные в журнале Lancet 2009 года, и другие исследования показывают, что нет преимуществ общей безрецидивной выживаемости при выполнении тазовой лимфодисекции у больных с ранними стадиями заболевания. Таким образом, выглядят рекомендации ЭСГО для выполнения лимфодисекции у больных с первой стадии, и мы видим, что они поделены на 3 группы низкого, промежуточного и высокого риска метастазирования опухоли в тазовые лимфатические узлы. Тем не менее, показано, что у больных с высоким риском метастазирования в тазовые лимфоузлы присутствуют изолированные метастазы в параортальные лимфатические узлы при негативных тазовых лимфатических узлах. Такое выявляется в 16% случаев по данным исследованиям клиники Майя, и также 77% таких метастазов локализуются выше в нижней брежечной артерии. Таким образом, при выполнении системной лимфодисекции у больных с высоким риском метастазирования необходимо кроме тазовой лимфодисекции выполнять также и параортальную. На этом слайде показывано, как исторически в нашем институте выполнялась перитонизация малого таза после тазовой лимфоденоктомии. Изначально выполнялась перитонизация наглухо с введением активных дренажей через влагалище. Затем, учитывая то, что такие дренажи часто тромбируются, начали выводить дополнительные дренажи из параметриев после перитонизации через брюшную полость. Все дренажи были активными. С внедрением лапароскопии от перитонизации решено было отказаться. И так как у больных лапароскопической группы и у всех больных, которые оперировались лапаротомно, тоже перитонизацию не выполняли и оставляли один пассивный дренаж в малом тазу. На данном слайде представлена сводная таблица осложнений хирургического лечения рака эндометрия. В своем докладе позвольте остановиться на осложнениях, связанных с удалением лимфатических узлов, такими как лимфодема, лимфория, ну и в частности лимфатические кисты. Лимфодема по данной литературе встречается от 6 до 27% случаев. По данным исследованиям японских ученых, показано, что частота развития лимфодемы нижних конечностей связана с удалением узла пирогового разума Мюллера к лаке. При этом они сравнили две группы, и в группе, в котором этот узел сохранялся, частота лимфодемы была значительно ниже. Лимфатические кисты встречаются от 15 до 58% случаев. Чаще всего они формируются на 7-14 сутки после операции, большинство из них имеет бессимптомное течение. Симптомные лимфатические кисты возникают только в около 6% случаев. И клинические основные проявления – это боль, повышение температуры тела, гидронефроз, дезюрические явления, может возникать тромбоз нижних конечностей. Исследование 2004 года, которое показывает, какие основные факторы могут влиять на частоту формирования лимфатических кистов, авторы выделили следующее – это число удаленных лимфатических узлов, индекс массы тела и проведение дювантной лучевой терапии. Вопрос о влиянии тренирования параметриев на частоту возникновения лимфатических кист до конца не ясен. По данным систематической базы обзора данных Крейн показано, что если сравнивать такие две группы пациентов, у которых выполняется дренирование малого таза и не выполняется, частота формирования лимфоцелия относительно сопоставима, но имеется тенденция к увеличению частоты формирования симптомных лимфатических кист. В нашем исследовании были поставлены следующие цели – это оценить и сопоставить частоту возникновения данного усложнения у больных раком эндометрия после расширенной гистеректомии, выполненных лаборатомным малопроскопическим доступом, и определить основные факторы, которые могут влиять на возникновение данного осложнения в послеоперационном периоде. Материалом исследования послужили данные из 60-48 больных раком эндометрия, которым в период 2010-2016 год выполняли расширенные гистеректомии лаборатомным и лаборатомным доступом. Средний возраст больных в исследовании составил около 60 лет. При анализе индекса массы тела установлено, что более 80% пациенток страдают избыточной массы тела или ожирением 1-3 степени. При сравнении гистологического типа по данной диаграмме видно, что у всех больных преобладало в основном эндометриоидный тип аденокарцинома эндометрия. В группе лаборатомной хирургии чаще встречались более редкие формы рака, такие как серозная, аденокарцином, карциносаркома и прочее. И также у всех, среди всех больных, наибольшая часть больных прооперированных, это больные первой стадии. И также есть различия среди лаборатомной группы в том, что в лаборатомную группу чаще попадали пациенты с распространенными стадиями процесса 31, 4B, 3B стадии. Всем пациентам лапароскопической группы и 221 пациентке лаборатомной группы перитонизацию малого таза не выполняли и устанавливали один пассивный дренаж в малый таз. В историческом аспекте нами изучено 100 пациентов, которым в период до 2013 года выполнялась перитонизация малого таза наглухо и активное дренирование параметриев. Всем больным в плановом порядке в последоперационном периоде выполнялась УЗИ малого таза. МРТ малого таза выполнялась только больным с симптомными лимфатическими кистами для планирования их хирургического лечения. Таким образом, частота формирования лимфатических кист составила более 49%. По локализации они распределились следующим образом. Около более 60% это одностороннее поражение справа либо слева. В 35% встречалось двустороннее формирование лимфатических кист. Большинство из них имеют бессимптомное течение, являлись лишь находкой на УЗИ и более 11,3% это составили симптомные лимфатические кисты. При анализе размера лимфатических кист, их средний по максимальному диаметру, средний размер составил 43,7 мм, при этом есть достоверное различие в размерах симптомных и бессимптомных лимфатических кист, симптомные, как правило, в два раза больше. Возраст пациентов, индекс массы тела, стадия фигой, гистологический тип опухоли не имели достоверного влияния на частоту формирования данного осложнения. Выявлены различия в частоте формирования лимфоцелия у больных в группе лапаротомии и лапароскопии, у больных лапаротомной группы лимфатические кисты формировались чаще. Также имело значение способ перитонизации параметриев. Если сравнить эти две группы, то мы видим, что в группе перитонизации параметриев и активного дренирования лимфатические кисты встречаются на порядок чаще в 63%, и симптомные лимфатические кисты также встречаются чаще, так когда в группе без перитонизации и с пассивным дренированием симптомные лимфатические кисты в своей частоте не достигают 4%. Фактор. При анализе статуса лимфатических узлов в двух группах установлено, что в группе лапаротомной хирургии метастазы в тазовой лифоузлы встречались чаще, но это можно объяснить тем, что я говорила ранее, что в лапаротомную группу набирались пациенты с 3-й, ну, с клинической 3-й C1 стадии, с 4-й стадии заболевания, в лапаротомческих групп таких пациентов было меньше. Но, тем не менее, учитывая, что в лапаротомной группе вот частота N1 чаще и частота формирования лимфатических кист чаще, сам фактор наличия метастически измененных лимфоузлов в нашем исследовании не показал достоверного влияния на частоту формирования лимфатических кист. Учитывая низкий риск метастазирования у больных с первой стадии рака эндометрия с промежуточным риском особенно, в нашем исследовании проводятся исследования по определению сигнальных лимфатических узлов для того, чтобы и впоследствии избежать системной тазовой лимфодисекции. На данном слайде представлены клинические случаи пациентки, у которой спустя 4 месяца после операции была диагностирована лимфатическая киста больших размеров, которая сопровождалась клинической картиной, болью, дезурическими явлениями, пальпировалось образование в подвздошной области. Пациентки сначала сделали пункцию по дозе навигации, которая оказалась неэффективной, а впоследствии выполнили хирургическое лечение, лапароскопическое вскрытие дренирования лимфатической кисты. На этом видео кратко показан ход этой операции, проявилась введена пункция, затем псевдокапсула, которая формируется из-за воспаления, она иссякается и впоследствии дренируется и дренируется, и дренаж убирается на первые сутки после операции. Таким образом, заброшенные лимфатические кисты после расширенных гистеректомир формируются около 50% случаев, большинство из них имеет бессимптомное течение, частота формирования данного осложнения не зависит от возраста, индекса массы тела и степени распространения опухоли. Чаще встречаются лимфатические кисты после лабораторных операций, изменение тактики введения больных без длительного дренирования параметриев, без передонизации малого таза после тазовой лимфоденоктомии, а также внедрение методики определения сигнального лимфатического узла могут снизить частоту формирования данного осложнения. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Анатольевна, за интересный быстрый доклад. Вопросы? Микрофон, пожалуйста. Скажите, когда вот лимфокиста возникает и происходит лапароскопическое дренирование кисты, насколько оставляется дренажей оттуда с параметрием? Ну, это зависит от того, какое мы получаем отделяемое, но на самом деле на первые сутки после операции мы дренажи уже убираем. Ну, а это в плане того, что рецидива возникновения? Рецидивов мы не наблюдали. У нас на самом деле не такой большой опыт именно хирургического этого лечения, если я не ошибаюсь, порядка 36 пациентов, и на самом деле рецидивов не было. Потому что основной смысл этой операции – это не дренирование этой лимфокисты, а иссечение воспалительной оболочки вот этой капсулы, которая, если мы пунктируем, допустим, под уйти навигацией, она все равно остается, и там жидкость может повторно скапливаться. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Тяна Томановна. Спасибо. 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 Спасибо.